Уважаемые дамы и господа, я приветствую вас и продолжаю историю королевского дома Баварии династии Виттельсбахов. В фокусе внимания сегодняшнего выпуска история династии Виттельсбахов в веке 20 и 21. Мы с вами разберем, как сложились судьбы представителей уже прежней царствующей королевской фамилии Баварии, а также рассмотрим, чем сегодня занимаются потомки этой прежней королевской фамилии, какое они место занимают в общественном и культурном пространстве современной Баварии и Германии. Итак, обо всем по порядку. На этом столе вы можете увидеть книгу, которая вышла не так давно, немецкого автора. При этом хочу сказать, что фамилия Виттельсбахов, как уже и ранее я говорил, она отождествляется целиком и полностью самой историей Баварии. И, конечно же, очень большое количество исследований выходит, посвященных истории этой династии. И вот не исключение, это книга Ханса Михаэля Кернера «История Баварского королевства». Здесь очень подробно рассмотрены биографии королей Баварии с 1806 года до 1918 года, то есть от Максимилиана Йозефа I до Людвига III. То есть, если вам действительно интересно и вы владеете немецким языком, вы можете очень большую информацию и достаточно, я бы сказал, структурированную, подробную найти в этом недавнем издании немецкого автора. Кроме того, буквально несколько лет тому назад вышла замечательная книга еще одного немецкого автора Мариты Панцер «Княжеские дочери европейской династии». Она открывает историю гендерную в контексте уже династии Виттельсбахов. То есть, это женский взгляд на женщин, представительниц королевской фамилии Виттельсбахов с 1806 по 1918 годы. Наиболее известные представительницы династии Виттельсбахов рассмотрены этой дамой, историком, автором немецким уже не так давно в этой вышедшей книге. И также хочу представить вам очень важные составляющие, связанные с Баварией. В каком контексте? В предшествующей лекции я рассказывал о фигуре короля Людвига II. Это действительно личность весьма драматическая, но имеющая колоссально большое значение для идентификации самой Баварии. И вот не так давно вышла книга, которая в большей степени рассчитана, конечно, на туристов, которые путешествуют по Германии, по Баварии. Вир Баерн, то есть мы баварцы. И вот как раз таки не случайно, что на обложке этой книги изображен король Людвиг II. То есть это лицо Баварии во многом уже сегодня. Это тот человек, с которым отождествляется эта немецкая земля. И, кстати, хочу вам представить еще одну книгу. Не так давно вышла целая серия книг, посвященных власти и мифам правящих династией Европы. И, в частности, одна из таких книг из Дании была посвящена роду Виттельсбахов. И опять-таки же вы можете увидеть на абзаце этой книги, соответственно, на обложке этой книги это Людвиг II, король Баварии. То есть, чтобы мы с вами понимали, насколько фигура этого монарха из династии Виттельсбахов сегодня олицетворяет, непосредственно отождествляет саму эту Баварию. Насколько только возможно себе представить, род Виттельсбахов, он укринен в сознании самих баварцев и отождествляется с этой землей. Поэтому те проблемы, которые сегодня будут в лекции обозначены, они во многом, конечно же, являются следствием той истории, которая была у Баварии. На протяжении целого тысячелетия у этой земли была только одна династия, это Виттельсбахи. Поэтому, конечно, 1918 год, после которого начинается абсолютно новая история уже бывшего, получается, королевского дома, она имеет колоссально большое значение для Баварии, для баварского уже прежнего королевского дома, потому что, несмотря на то, что с одной стороны монархии в стране уже более не было, тем не менее, представители рода Виттельсбаков, это были те люди, которых очень уважали и до сегодняшнего дня уважают, я бы даже сказал, почитают в Баварии. Они занимают очень важные места в средствах массовой информации, всегда уделяется большое место всем тем событиям, которые происходят из жизни потомков прежних представителей уже царствующей династии. И, конечно же, хочу сразу обратить ваше внимание на то, что вот, собственно, тот самый случай и пример, когда мы имеем, с одной стороны, не царствующую сегодня династию в Европе, с другой стороны, мы имеем, пример, династию, которая сохраняет в своем именно сердце, в своей сути, те историко-культурные традиции, династические традиции, именно правящие семьи с соблюдением всех и династических норм, и как раз-таки они очень приверженцы тех традиционных форм, связанных уже и с католической верой и так далее. То есть, когда мы с вами уже сегодня можем из различных средств массовой информации, если мы интересуемся королевскими новостями, следить за жизнью многих принцев, представителей царствующей династии, скажем, Великобритании, Испании, Дании, княжества Монако, то есть наиболее известные королевские фамилии в мире сегодня из Европы. Тем не менее, нужно иметь в виду, что есть королевский дом, пускай не царствующий сегодня, но тем не менее сохраняющий очень многие исконно династические правила и традиции, гораздо более глубже и сильнее, нежели чем те царствующие семьи, которые сегодня находятся у власти в уже рамках конституционных монархий Европы. Итак, что я хотел бы сказать исключительно династии Виттельсбахов, все-таки еще несколько слов до периода революции 1918 года, которая является водоразделом в исторической хронике семьи Виттельсбахов, когда она уже пристала править непосредственно Баварией. На предшествующие свои лекции я очень подробно обратил внимание именно на те проблемы, которые были связаны с уходом из жизни короля Людвига II в 1886 году. То есть его смерть, она была очень загадочной до сегодняшнего дня. Очень много вопросов, связанных с тем, насколько монарх этот ушел из жизни именно в том формате, в котором официально это было объявлено. То есть это самоубийство через самоутопление, либо это было какое-то определенное политическое убийство. То есть до сегодняшнего дня это очень большой вопрос. Но тем не менее, чтобы мы с вами понимали, ситуация в династическом отношении в доме Виттельсбахов, она имеет почему еще очень большое значение? Не только в контексте проблем, связанных с личностью короля Людвига II и его взаимоотношении с тогдашним правительством Баварии. Но это еще тот факт, что в семье Виттельсбахов существовало очень четкое правило престола наследия. То есть это социалистический закон, который оставляет право на престол, исключительно за мужчинами, женщины исключаются из престола наследия. И мужской представитель семьи Виттельсбахов в порядке династического старшинства является наследником того или иного порядка. Соответственно, у Людвига II был единственный его брат, наследный принц Отто. Таковым он стал в 1864 году, когда Людвиг II вступил на престол. При этом все то время, то 20-летие царствования Людвига II, что он находился у власти, Отто находился именно в статусе наследного принца. То есть он исполнял очень многие церемониальные обязанности, связанные с тем, что у Людвига II у него так и не появилось законы жены, о чем я также рассказывал, у него не было детей. И поэтому Отто, он также выполнял важные государственные функции до определенного момента. До 1875 года он был в публичном пространстве. Причем он в 1871 году, как я уже рассказывал, представлял Баварию на провозглашении Германского рейха, Второго рейха в зеркальном зале Версальского дворца. И, соответственно, тогда Людвиг II отказался от того, чтобы ехать в Версаль, посчитал это ниже своим достоинством, тем самым став единственным немецким правителем, которые официально не присутствовали лично на провозглашении Вильгельма I императором Германии. Но вот тем не менее принц Луитпольд и дядя короля Людвига II, принц Луитпольд, он тогда также присутствовал во время этой церемонии. Кстати, надо сказать, что принц Отто оставил воспоминания, очень хорошие относительно этого всего мероприятия, и он докладывал, по сути дела, все то, что он видел в Версале. И надо сказать, что у Людвига II с его братом были очень теплые доверительные отношения. Но, тем не менее, у Отто с 1870-х годов стали очень портиться психологические, скажем так, вот стороны жизни. Он стал страдать душевной болезнью. И если мы слышали достаточно много о проблемах, связанных со здоровьем именно психологического порядка короля Людвига II, то в меньшей степени, конечно, широкая публика знает о проблемах, связанных со психологическим здоровьем его младшего брата, наследного принца Отто. Но, тем не менее, вот кто действительно страдал психическим заболеванием и достаточно серьезным, так это именно принц Отто. Но, тем не менее, он был кронпринцем, несмотря на свою душевную болезнь, потому что таковы были правила солического законодательства. И наследный принц Отто, он еще с начала 70-х годов был под контролем врачей. Причем, надо сказать, что одного из самых лучших немецких врачей, который работал в области психиатрии, Франца Нисселя. При этом сама психиатрия, она зародилась сама же, как научная дисциплина в Германии. Поэтому она на тот момент зарождалась и развивалась. И поэтому очень многие методы лечения именно психологических проблем, они использовались впервые. И надо сказать, что вот эта проблема психологическая, психического, я бы сказал, здоровья, кронпринца Отто, она сформировала определенный конгломерат врачей, которые около него формировались. И даже появилось такое обозначение, как принцен арцте, то есть это врачи принца. И во главе этих врачей принца, помимо известного невролога Франца Нисселя, стоял Бернхард фон Гуден. Вот именно тот самый человек, о котором я уже упоминал, когда рассказывал историю Людвига II. То есть он погиб, Бернхард фон Гуден, погиб на Штарнбергском озере вместе с Людвигом II. Это также был его лечащий врач. Но еще до того, как фон Гуден был направлен правительством Баварии для лечения самого Людвига II, как им казалось, не совсем здорового умом человека, он серьезным образом самым реально занимался лечением реально больного, страдающего психической проблемой, младшего брата Людвига II, кронпринца Отто. В 1875 году произошла очень большая неприятность во время службы во Фрауенкирхе, это старая церковь, в сегодняшнем Мюнхене. И вот там с принцем Отто случился припадок. Его, конечно, тогда, ну вот, так скажем, значит, смогли остановить, успокоить, его изолировали. И с 1875 года более на публике он уже не появлялся. С 1880 по 1916 год, то есть до момента его смерти, он находился в фактической изоляции в замке Фюрстенрид. Это королевская одна из резиденций семьи Виттельсбахов под присмотром вот этих самых принцен-артсты, своих лечащих врачей. При этом у него были очень серьезные проблемы, связанные с адаптацией. То есть он уже не узнавал людей. Фактически у него сохранились более-менее как такие моменты восприятия. Он узнавал женщину, которая занималась его воспитанием, его кормилицу. Вот он ее более-менее как-то узнавал. Она вызывала определенную эмоцию. Но, тем не менее, это был человек действительно глубоко душевно больным. И поскольку, опять-таки же, психиатрия, она тогда только развивалась, не было абсолютно понятно, как лечить, собственно, этого принца Отту. И надо сказать, что он подвергался очень серьезным лечениям. Такого, я бы сказал, очень трудным в плане физического порядка. То есть его обливали холодной водой. Его он подолгу держали в именно холодной воде, при этом его руки были связаны и так далее. То есть вот эти методы психологического воздействия, методы определенные вот такого физического порядка, они, конечно же, не столько даже, может быть, уже как сейчас мы можем сделать вывод, помогали человеку, сколько, наоборот, еще больше его калечили. Но, тем не менее, вот таковы были методы лечения. И в 1886 году, когда скончался Людвиг II, как раз-таки делегация из правительства Баварии приехала в замок Фюрстенри для того, чтобы сообщить вот этому душевно больному наследованному принцу Отту, что он является уже королем Баварии. То есть с 1886 года до 1916 года, то есть до момент смерти, вот это 30-летие, Отто был королем Баварии, но исключительно чисто номинально. Это был человек, который, естественно, даже не совсем понял, что его провозгласили королем. Это вообще такой очень редкий исторический случай, когда бы, собственно, монарх, он не осознавал то, что таковым является в силу своего психического здоровья, но, тем не менее, опять-таки же, исторический закон династии Виттельсбахов таков, если это крон-принц, если это следующий по старшинству представитель мужской линии, то он является наследником. И вот этот самый принц Отто стал королем, Отто первым, он находился в этой изоляции, в замке Фюрстенри, при этом он не контролировал себя, пристрастился к курению, он не мог, причем, что интересно, допустим, закуривать папиросу, используя одну спичку, он использовал сразу все спички в коробке, он не подпускал к себе людей, поэтому невозможно было, скажем, его помыть, невозможно было его привести в порядок, постричь бороду и так далее. И, кстати, вот когда он скончался в 1916 году, это произошло из-за заворот кишок, в результате того, что он не контролировал процесс питания, то есть он ел все подряд, и это привело к вот такому печальному завершению его жизни, и при этом только однажды, буквально один или два раза некая, вот, так скажем, общественность могла видеть короля Отто прогуливающимся во время прогулки, его сопровождали врачи, и вот некие даже две публикации были сделаны тогда в баварской прессе, что вот, значит, король Отто на прогулке был увиден и так далее. Но, чтобы мы с вами понимали, сама баварская публика, она не видела короля Отто Первого. Это тоже очень редкий такой случай в истории, когда, с одной стороны, есть юридический король, правящий в стране, но люди его не видят из-за того, что он душевно больной. Но, таковы правила престола наследия, он должен был быть монархом. При этом 4 ноября 1913 года были внесены поправки в Конституцию Баварии, которые дали возможность отстранить Отто от власти, от фактического управления страной, потому что юридически это был все равно монарх. 8 ноября 1913 года было объявлено о том, что он болен и более не царствует. Но при этом за ним был сохранен статус короля Баварии. И с этого же 1913 года официально королем Баварии стал его двоюродный брат, принц Людвиг, под именем уже Людвига Третьего. И таким образом в Баварии сложилась уникальная абсолютно историческая ситуация. Вот, скажем, в России она тоже была в конце 17 века, когда было сразу два царя, Иван V и Петр Великий Будущий. В Баварии тогда был король душевно больной Отто I и его двоюродный брат Людвиг III. До смерти Отто I в 1916 году вот такая вот ситуация происходила. То есть в трехлетие с 13 по 16 годы Бавария имела одновременно двух королей. Значит, сам принц Отто, как я уже сказал, скончался от заворота кишок в 1916 году. И, по сути дела, вот на этом линия потомков короля Максимилиана II, два сына, получается, которого находились у власти, то есть Людвиг II и Отто I, она пресеклась по морской линии. И вот дальше мы с вами будем разбираться уже в генеалогических хитросплетениях династии Виттельсбахов, для того, чтобы нам уже понять в 20 век в каком формате, с какими линиями династия Виттельсбахов вошла. Итак, как я уже в предшествующей своей одной из лекций рассказывал о короле Людвиге I, то обратил внимание на то, что в 1806 году Бавария стала именно королевством, объединенным государством и уже потомки Людвига I, соответственно, если быть точнее, потомки Максимилиана I, потому что Максимилиан I – это дед короля Людвига I, и, соответственно, первый король Баварии, вот именно он основал в 1806 году уже линию династии Виттельсбахов в статусе королевской династии. И вот эта королевская линия Виттельсбахов, она основанная Максимилианом I, стала продолжать существовать уже в веке XIX и XX именно благодаря потомкам короля Людвига I. У Людвига I было несколько сыновей. Старшим сыном был Максимилиан II, чьи потомки были разобраны. Далее был сын принц Отто, который находился у власти в Греции до 1862 года, но он скончался, не оставив потомства. И следующим, третьим сыном короля Людвига I, который дал основание новой линии в королевской фамилии Виттельсбахов, это был принц Луитпольд. Самым младшим сыном Людвига I был принц Адалберт, и он также основывает свою линию королевской фамилии. И чтобы мы с вами понимали, мы с вами будем рассматривать потомков именно вот этих двух принцев. Принца Луитпольда и принца Адалберта. Это старшие, это, получается, средние и младшие сыновья короля Людвига I Баварского. И что еще имеет большое значение, чтобы мы с вами понимали, дифференциацию в рамки семьи Виттельсбахов. Была и самая младшая ветвь общего большого дома Виттельсбахов, которая не являлась королевской в силу того, что она не принадлежала к потомкам короля Максимилиана I. Вот если Максимилиан I, он как король Баварии основывает королевство, и его потомки, они носят титул принцев фон Байерн и принцесс фон Байерн, то есть они принадлежат именно королевскому дому Баварии. Но была еще и самая младшая ветвь династии Виттельсбахов, которая не являлась принадлежностью к королевской именно семье, в том смысле, что она не происходила от Максимилиана I Йозефа. Это линия, которая происходила от общего предка. У Максимилиана I Йозефа был один из его прапрадедов, он был герцогом Цвайбрюкским, и вот его младшим братом был принц, который носил титул герцога Биркенфельда. И вот как раз-таки от него пошла младшая линия, Биркенфельдская линия династии Виттельсбахов, и вот именно к ней, как раз-таки могу сказать, уже, так сказать, несколько забегая вперед, принадлежала известная австрийская императрица Елизавета Сиси. Вот она происходила из линии как раз-таки Виттельсбахов, которые являются представителями самой младшей линии, то есть вот этой Биркенфельдской линии, и они носили уже с момента провозглашения, чтобы не было путаниц, в рамках дома Виттельсбахов, король Максимилиан I принял следующее решение. Его потомки носят титул принцев и принцесс фон Байерн, они являются потомками короля, соответственно, королевскую фамилию представляют, а вот потомки вот этой младшей линии, которая идет еще с конца 17 века, Биркенфельдская линия, они носят титул герцогов Баварии, и, следовательно, мужские и женские представители этой линии, они носят титулатуру «Херцог ин Байерн» и «Херцогин ин Байерн», то есть разница, разница в том, что они герцоги, в переводе, что означает «герцоги в Баварии», и вот именно к этой линии принадлежали потомки принца Макса Йозефа, герцога Баварского, который жил в 19 веке, и о его потомках я также сегодня более подробно расскажу. Итак, обо всем по порядку, что касается династического старшинства. Как я уже сказал, старшим из живущих после Максимилиана II и принца Отто детей короля Людвига I Баварского был принц Луитпольд. Он жил с 1821 года по 1912 годы. Он вошел в историю как принц регент Баварии. Он исполнял обязанности регента еще в тот момент, когда у власти находился Людвиг II, и он во многом замещал его в рамках представительских обязанностей в правительстве. Принц Луитпольд был очень добродушным человеком, очень приятным в общении, и хотя многие, и сам Людвиг II говорил о том, что вот в письме своему одному из кузенов Людвигу Фердинанду, принцу Баварии, он говорил, что возможно за тем политическим заговором, который произошел в 1886 году для отстранения Людвига II от власти, был замешан принц Луитпольд, но это лишь исключительно версия самого Людвига II. Уже сейчас понятно, что принц Луитпольд, это был человек очень таких хороших человеческих именно качеств, поэтому, конечно, на какое-то преступление против своего племянника он не пошел бы, потому что это был человек, во-первых, очень верующий католик, и для него моральные соображения имели очень высокое значение. Принц-регент Луитпольд, он был регентом Баварии с 1886 по 1912 годы, то есть фактически 30-летие, и вот в то время, пока находился у власти душевно больной король Отто I, его племянник, и принц Луитпольд, это был очень уважаемый человек Баварии, потому что он, во-первых, он был своим, понимаете, он очень любил охоту. Баварцы видели его на охоте, они общались с ним напрямую, это был человек очень открытый для общества, и потом он поддержал всеобщее избирательское право. Вот этим он, конечно, запатентовал очень большое, уважительное к себе отношение со стороны простых баварцев. Он был участником франко-прусской войны, был в этом смысле очень популярен среди армии, дослужился до чина генерал-фельдмаршала. И с 10 ноября 1886 года он исполняет обязанности регента, при этом надо отметить, что он отрыл для публики все дворцы короля Людвига II, Нойшванштайн, Херенхемзе и Линдерхоф, то есть те дворцы, которые были построены королем, на деньги во многом из государственного бюджета, чтобы, опять-таки же, не было никаких проблем, то вот, собственно, пожалуйста, эти деньги, они использованы были для создания этих замков, да, это большие расточительские расходы, но вот, пожалуйста, все баварцы могут спокойно приходить в эти дворцы, и, как в музеях, там находиться без всяких проблем. И при этом, что надо отметить, что вот эти замки, они после смерти Отто I в 1916 году перейдут в собственность самой Баварии. Вот это еще было до революции, то есть это уже не частная собственность баварской королевской фамилии. Вот здесь тоже нужно понимать, вот эти аспекты, имеющие колоссально большое значение для того положения, в котором оказался Баварский королевский дом уже после революции в 1918 году, потому что были государственные владения, была государственная собственность, это официальная резиденция, скажем, как Мюнхенская резиденция, как еще ряд дворцов государственного порядка, а была частная собственность королевской фамилии, как у каждого человека есть свой дом, своя квартира и так далее. Естественно, что если даже происходит революция, кто у вас может отнять вашу частную собственность? Это принадлежит вам, а не государству. И вот чтобы не было никаких уже, так сказать, претензий со стороны Баварского королевского дома на государственную собственность, чтобы не было претензий со стороны людей, что государственное, что очень большое количество замков, построенных на деньги Людвига II принадлежит именно королевской фамилии, было принято такое решение, и они еще до революции 1918 года, еще в 1916 году перешли в собственность именно государства Баварского и перестали быть частными резиденциями Баварской королевской фамилии. Вот это очень важный аспект. Итак, принц Луитпольд, он скончался в 1912 году, при этом надо отметить, что у него были очень теплые отношения с его супругой, он был женат на эрцгерцогине Августе Габсбургской, которая происходила из тосканской линии Габсбургов. В 1864 году она рано умерла в возрасте 40 лет от туберкулеза, и те дети, которые остались, они основали также несколько линий в рамках уже семьи, генеалогии семьи Виттельсбаха. Вот в частности, хочу обратить ваше внимание на фигуру старшего сына, это король Людвиг III, он царствовал в Баварии с 1916 официально после смерти Отто I, но еще и с 1913 года по принятым поправкам в Конституцию Баварии до своего отречения в ноябре, 13 ноября 1918 года, то есть после отречения кайзера Вивгельма I в Германии, произошла революция, и все те государства Германии, те монархи немецкие, которые были в составе единой большой германской империи, они также перестали существовать, и правители различных немецких государств, в том числе и королевства Баварии, были вынуждены подписать отречение от престола. И вот это, конечно, была большая очень проблема для Людвига III, потому что, конечно же, вся история Баварии, она отождествлялась непосредственно с династией Виттельсбахов. Но, тем не менее, очень сильными были левые настроения в Баварии, и она была даже провозглашена на некоторое время Баварской Советской Республикой, то есть вот марксистские настроения были очень сильны, тем не менее левое правительство достаточно скоро пало. Но, чтобы мы с вами понимали, Людвиг III оказался в очень сложной ситуации, когда могла быть угроза и его жизни, и покушения, и так далее, и поэтому было принято им решение уехать из Баварии в его венгерские владения, и поэтому в 1921 году он скончался, именно находясь в своих венгерских владениях, в замке Шарвар. При этом сам Людвиг III... Кстати, я хочу еще обратить ваше внимание, что принц-регент Луитпольд, его отец, он был безумно популярен в Баварии, до сегодняшнего дня является очень популярным, даже торт назван принц-регент, несколько штрассы, несколько улиц, несколько площадей в Мюнхене и в Баварии носят имя принца-регента, и это период очень такой, я бы сказал, еще серьезный в культурном отношении, он даже вошел так и в историю, как период принца-регента, потому что очень большое количество художественных выставок проходили в Мюнхене, Мюнхен стал центром культурной жизни всей Европы. И поэтому, собственно, как наследник принца Луитпольда, Людвиг III, он также патронировал очень многие культурные проекты, но тем не менее он в очень сложный период оказался у власти, в период, когда разразилась Первая мировая война, поэтому, собственно, для династии Виттельсбахов отречение Людвига III стало абсолютно коренным переломом в всей истории этой династии, тысячелетнее правление закончилось, и многие Виттельсбахи, они не были лишены частной собственности, они как раз-таки сохранили свою частную собственность, но тем не менее они были вынуждены, многие на некоторое время уехать из Баварии, и вот, собственно, как это сделал и сам Людвиг III. Он был женат с 1868 года на австрийской герцогине Марии Терезии. Она была из Моденской линии династии Габсбургов австрийских, и при этом, опять-таки же, обращаю ваше внимание на это, потому что это очень такая сложившаяся система династических взаимоотношений между династией Виттельсбахов и династией австрийских Габсбургов различных линий, и на протяжении всего XX века семья Виттельсбахов будет поддерживать эти династические отношения вплоть до, фактически, нашего времени. Что касается остальных детей принца Луитпольда, к потомкам Людвера III мы еще вернемся, но рассмотрим сейчас потомков следующего по старшинству сына принца Луитпольда, принца Леопольда. Это второй сын принца Луитпольда, принца Регента, и это следующий по старшинству брат Людвера III после него самого. Принц Леопольд жил с 1846 по 1930 годы, он был генералом австрийской армии. В 1873 году он женится на австрийской эрс-грицогене Гизеле. Это одна из дочерей императрицы австрийской Елизаветы и кайзера Франца Йозефа I. И таким образом, вот, собственно, этот династический альянс между Виттельсбахами и Габсбергами еще один состоялся. От этого брака родилось несколько детей, четверо, если быть точнее. Старшая дочь Елизавета, она жила до 1957 года, вышла замуж за одного из австрийских графов, очень знатного древнего происхождения, из рода фон Зейфрид-Ауф-Беттенхайм. Дочь принцессы Августа, скончавшаяся в 1964 году, была замужем за австрийским эрцгерцогом Йозефом австрийским, опять-таки же австрийские Габсбурги. И двое сыновей родилось у принца Леопольда. Это принц Георг, он жил с 1880 по 1943 годы, и принц Конрад. Причем, что интересно, принц Георг, он принял священнический сан в 1921 году. Таким образом, он стал первым в 20 веке представителем уже прежней королевской фамилии Виттельсбахов, кто выбрал для себя священнический сан. Георг, он похоронен на Тевтонском кладбище в Риме. При этом он был одним из самых любимых внуков кайзера Австрии Франца Йозефа I. И, собственно, не случайно, что в 1913 году он был сосватан за эрцгерцогиню Изабеллу Австрийскую, которая происходила из тосканской линии Габсбургской династии. Но взаимоотношения между супругами не сложились, и достаточно скоро они разошлись. Это тоже очень редкий случай, когда представители королевской династии Баварии разводились. Но вот принц Георг, он развелся со своей супругой, детей в браке не было. А принц Конрад Баварский, он жил с 1883 по 1969 годы, и он был военным и был женат на принцессе Бонни Марии Савойской. Она была представительницей младшей линии итальянского королевского дома. Оба были похоронены после смерти в Андектском аббатстве. И хочу обратить ваше внимание на это место. Дело все в том, что Андектское аббатство, оно было основано еще в средние века. Но в 1850 году его приобрел король Людвиг I. И король решил его восстановить, провести там большую реконструкцию. И, собственно, там была основана крипта, которая становится в 20 веке усыпальницей представителей династии Виттельсбаха. Потому что ранее они, как представители королевской фамилии, были захоронены либо в Теотиниен-Кирхе, либо в соборе святого Михаила или святого Бонифация в Мюнхене. Но вот, тем не менее, в уже период, когда они не находились у власти, было принято такое решение, причем главой королевской фамилии, принцем Адалбертом, о котором я также скажу, чтобы представители династии были похоронены именно в Андекском аббатстве. И вот, собственно, одними из первых в 69 году был там похоронен принц Конрад, а в 71 году скончавшаяся его вдова принцесса Бона Мария, урожденная Савойская. Значит, они оставили после себя двоих детей, дочь Амелию Изабеллу, принцессу Бавари, которая в 1945 году вышла замуж за одного из итальянских графов. Их потомки сейчас живут в Италии. И сын принца Евгений, он скончался в 1997 году и был также похоронен в Андекском аббатстве. При этом он был женат на графине Хелен фон Кевин Хюллер. Это представительница очень древней австрийской владительной фамилии. Она скончалась в 2017 году. У пары не было детей. Но вот, тем не менее, на этом получается так, что потомки принца Леопольда, они прерываются. Дело все в том, что еще также следует сказать, что, в общем-то, принц, да, принц Леопольд, он скончался, когда в 1930 году он был похоронен в церкви Святого Михаэля в Мюнхене. И там же была похоронена, скончавшаяся там, в 1932 году, его супруга Гизела, вот, собственно, дочь кайзера Франца Йозефа I. Следующим ребенком принца-регента Луитпольда после Людвига III, принца Леопольда, чьи потомки мы сейчас рассмотрели, была дочь принцессы Терезия. Терезия фон Байерн. Она жила с 1850 года по 1925 годы. И я сразу отсылаю вас к совершенно замечательной книге, которая недавно вышла, буквально несколько лет тому назад. Книга Хадумонда Бусмана, это историк немецкий, он опубликовал дневник принцессы Терезии фон Байерн. И этот дневник называется по одному из тех цитат, которые были употреблены непосредственно самой Терезии в своих мемуарах, а именно по-немецки это звучит как «Ich habe mich vor nicht im Leben gefürchtet». То есть «я никогда ничего не боялась в жизни». Это действительно абсолютно интереснейшая личность, интересная женщина. Это первая женщина, которая стала заниматься наукой в королевской фамилии Виттельсбахов. И именно она получила ученую степень. Она была доктором философии Мюнхенского университета. И для того, чтобы стать таковой, как раз таки пришлось здесь привлечь политический ресурс принца регента Луитпольда, ее отца, потому что именно он внес определенную корректировку в положении университета Мюнхенского, в уже положении именно Академии Мюнхенской. И с 1892 года принцесса Терезия стала членом Баварского географического общества и членом Баварской Академии наук. В 1897 году она стала почетным доктором философии Мюнхенского университета. То есть это абсолютно беспрецедентно, когда женщина, имеющая статус принцессы, посвятила себя науке, да еще и к тому же получила наученную степень. Первая женщина, которая занималась серьезными научными исследованиями, она была совершенно замечательным этнографом, зоологом, ботаником, путешественницей. Вот не случайно, собственно, здесь и эта книга, она и имеет такую обложку из тех картинок, которые, между прочим, сама принцесса Терезия рисовала. Она была великолепной художником-зарисовщицей. То есть все эти различные, значит, растения, животные, природные всевозможные, значит, моменты, которые она видела, она все зарисовывала в контексте ее многочисленных путешествий. Итак, еще раз повторяю, если вам подробнее хотелось бы узнать об этой совершенно уникальной, интересной женщине, которая всю свою жизнь посвятила именно науке, то вот эта книга на немецком языке немецкого автора Хаду Монда Бусмана, она, мне кажется, вам будет очень интересна. Значит, что касается ее непосредственно научной жизни, значит, вначале, да, хочу сказать, что она была влюблена в принца Отто, вот того самого душевнобольного короля, который был вначале кронпринцем Отто. Он был очень красивым, привлекательным молодым человеком. Она, будучи его кузиной, она в него влюбилась, но в силу сложившейся ситуации, состояния его здоровья, она не могла быть с ним, естественно, вместе, поэтому брак не сложился. Тем не менее, она в дальнейшем посвящает свою жизнь, как я уже сказал, науке. Она в совершенстве знала 12 языков, при этом одним из языков был русский. Она была в замечательных дружеских отношениях со своей кузиной, русской великой княжной, Ольгой Константиновной, которая была внучкой Николая I, потом впоследствии стала женою короля Греции Георгиоса I. И вот, собственно, на протяжении всей своей жизни одной из ближайших подруг принцессы Трезии фон Байерн будет королева Греции Ольга, врожденная русская великая княжна. И вот именно с ней вместе принцесса Трезия, зная русский язык, ездила по Волге, было большое путешествие по Волге, изучала русские регионы, изучала русские народы различные и так далее. И, по сути дела, принцесса Трезия остается единственным представителем баварской королевской фамилии, которая так хорошо не просто понимала, но фактически знала Россию изнутри. Она была в многих очень мелких деревушках, общалась с людьми, смотрела, как они живут, чем они живут. То есть в этом смысле она, конечно, это все записывала, поэтому это тоже очень интересный источник информации. И, кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что ее отец, принц-регент Луитпольд, он также уделял очень большое внимание как раз-таки наукам, образованию, и в этом смысле очень поддерживал свою дочь, принцессу Софию. И, кстати, хочу также обратить ваше внимание на то, что вот очень важный такой аспект. Значит, принц-регент, он представлял Баварию на коронации в России императора Николая II в 1896 году. И что, кстати говоря, интересно, ой, извините, Людвиг III, король Баварии, представлял. И что интересно, вот тогда случился небольшой казус, когда, это я так несколько отступая от темы Трезии, но это просто интересный момент, вот тогда Людвиг III, будущий король Баварии, последний король, он сказал на то, что, значит, вот это его так обозначили как представители германских принцев, так вот он сказал, что мы не представители некой Германии, я представляю Баварию, мы не какие-то сателлиты или вассалы Германии, мы баварцы, мы в союзе находимся с Германским рейхом. То есть в этом смысле, чтобы мы с вами также понимали, вот насколько представители династии Виттельсбахов, они выступали за национальные интересы своей Баварии, поэтому баварцы их так любят и уважают. И не случайно принцесса Трезии, она также очень уважаема до сегодняшнего дня в Баварии, особенно в научном мире Баварии. И так она в 1871 году, еще будучи 20-летней, совершает свое первое путешествие по Европе, потом она ездит в Северную Африку, путешествует по странам, значит, инкогнито, она не называет себя как принцесса Баварии, она едет под вымышленным именем, путешествует по Южной Америке, значит, в 1898 году. Там она собирает очень большую зоологическую и этнографическую коллекцию, посещает Карибский регион, Колумбию, Анда, Эквадор, Перу, до Вельпараисо, значит, и потом так уже через Буэнос-Айрес садится там на корабль и возвращается уже в Европу. Она все подробно описывала, все подробно очень зарисовывала, и ею были собраны на тот момент, значит, очень серьезные данные по части индейцев, как они выглядели, чем они занимались, она их зарисовывала. Также 228 рыб она зарисовала сама, собственно, ручно, 91 вид рыб получается это. Из них 8 были тогда абсолютно неизвестны науке, то есть таким образом вот она и была этой научной первооткрывательницей. И, собственно, она, конечно, еще и знаменита тем, что 11 тысяч книг из своей частной коллекции, из своей библиотеки, еще также плюс 580 географических карт, которые в том числе и при ее участии были составлены, она передала в уже именно Академию наук Баварии. И она, конечно, тот человек, который просто прославил на самом-то деле династию Виттельсбахов именно в научном плане. Ну, как вы понимаете, конечно же, вот ее научная деятельность отнимала огромное количество времени, и она не была никогда замужем, детей она не оставила. Скончалась в 1925 году на острове Линдао и была похоронена в Таотиниан-Кирхе, в родовой усыпальнице семьи Виттельсбахов. Баварцы очень ее любили, и поэтому тысячи людей пришло на прощание с принцессой Терезией Баварской, представители университета Мюмхенского, представители Баварской академии наук. Это была действительно одна из самых в истории всей баварской династии Виттельсбахов выдающаяся по-настоящему женщина. Следующим ребенком принца регента Луитпольда был сын принца Арнульф. Он родился в 1852 году, скончался в 1907 году, это был генерал. И вот он был женат на принцессе Терезии Лихтенштейнской и оставил единственного сына принца Хайнриха, который в 1916 году погиб на полях уже Первой мировой войны в Румынии. Он был похоронен также в Таотиниен-Кирхе. Следующим по старшинству представителем семьи Виттельсбахов, о котором я буду рассказывать, это потомки принца Адалберта. То есть мы с вами сейчас рассматриваем потомков Людвига I короля Баварии, мы рассмотрели часть потомков его сына Луитпольда, принца регента Баварии, именно младших потомков, потому что к старшей именно королевской линии мы сейчас вернемся. Но вот одним из представителей младшей линии, то есть, вернее, основателем младшей линии династии королевской Виттельсбахов был принц Адалберт, это младший сын короля Людвига I. Он жил с 1828 по 1875 годы, был женат на испанской инфанте Амалии Марии. Вот здесь очень интересный момент. Вот принц Адалберт, он основывает вот эту младшую линию королевской фамилии Виттельсбахов, которая на династическом уровне будет абсолютно интегрирована в пространство именно испанского королевского дома. Очень много будет династических браков именно с испанскими инфантами. Таким образом, первый такой брак заключается в 1856 году с самим принцем Адалбертом, а затем от этого брака рождаются пятеро детей. И в частности, старший сын принц Людвиг Фердинанд, он живет с 1859 по 1949 годы, он прожил большую 90-летнюю жизнь, при этом он был скрипачом, был человеком очень близким к Людвигу II, его он очень ценил. Надо сказать, что Людвиг II, король Баварии, не любил многих своих родственников за неискренность, а вот Людвига Фердинанда особенно уважительно к нему относился и давал ему частные аудиенции в замке Херенхимзей, в замке Хойншвангау, ему и его супруге. Принц Людвиг Фердинанд был женат с 1883 года на испанской инфантии Марии де Ла Пасс. Она также была представительницей испанской королевской династии, таким образом, это уже второй брак представителей династии Виттельсбаков в рамках одной именно линии с уже испанским королевским домом. При этом у Людвига Фердинанда был брат принца Альфонс, баварский, сестра принцессы Марии Изабелла, сестра Элеонора и Клара. Но, чтобы мы с вами не путались, вот сейчас рассмотрим линию именно потомков принца Людвига Фердинанда. Итак, у принца Людвига Фердинанда родилось трое детей, и в частности его старшим сыном был принц Фердинанд Мария, с 1884 по 1958 годы он жил. При этом он получил титул инфанта Испании. То есть вот это очень редкое явление, когда представитель царствующей династии одной страны является еще и носителем титулатуры королевской, и представителя царствующей династии другой страны. Вот это все произошло в результате того, что у принца Фердинанда Марии, во-первых, и мать, и бабка также были испанскими инфантами. И в 1906 году он сам женится на испанской инфанте Марии Тересии, которая была родной дочерью короля Альфонсо XII и сестрой короля Испании Альфонсо XIII. Именно Альфонс XIII, он вместе со своим кузеном Фердинандом Марией Баварско, Баварским фактически рос вместе, они очень дружили, поэтому он его и наделяет этим титулом инфанта Испании. И от брака с Марией Терезой Испанской, у Фердинанда Марии рождаются четверо детей, в частности старший сын инфант Испании и принц Баварии Луис Альфонсо. Он скончался в 1983 году в Мадриде. Также рождается следующий сын, крестник короля Альфонсо XIII, инфант Хосе Эохенио. Он умер в 1966 году во Франции, и при этом он был человеком, очень одаренным в музыкальном отношении, был пианистом, музыковедом, был женат на графине испанской, которая получила в 1933 году от короля Альфонсо XIII титул графини де Одиэль. И вот их потомки до сегодняшнего дня живут в Испании. Также у принца Альфонсо Марии, помимо сына инфанта Луиса Альфонсо и Хосе Эохенио, была дочь инфанта Мария де лас Мерседес. И вот я хочу ваше внимание сфокусировать на ней, потому что она жила с 1911 по 1951 годы, она носила титул еще и, помимо того, что инфанта Испании, но и принцесса Баварии. Она в 1946 году выходит замуж за князя Ираклия Георгиевича Багратион Мухранского. Вот тоже очень интересное обстоятельство. Это первый брак представителя Баварской королевской династии с царствующей прежде семьей в Грузии. При этом очень была большая проблема, связанная с, так скажем, равнородностью этого брака. И поскольку Грузия входила в состав Российской империи, главой Российского императорского дома, на тот момент, на 1946 год, был великий князь Владимир Кириллович, внучатый племянник Николая Второго. И вот именно он, двоюродный племянник Николая Второго, и вот именно он как раз-таки дал свое заключение, что, значит, князь Ираклия Багратион Мухранский, он является представителем царствующей фамилии, то есть таким образом принцесса Марея де лас Мерседес, она спокойно абсолютно может выходить за него замуж, этот брак является равнородным. Но, конечно, во многом это было связано и с тем, что у самого Владимира Кирилловича уже на тот момент была невеста, женщина, которую он любил, это рожденная княжна Леонида Георгиевна Багратион Мухранская, это родная сестра князя Ираклия, то есть таким образом российский императорский дом в изгнании, он роднится с семьей королевской Баварии, прежней уже, и с испанским королевским домом. Вот за счет этого брака у инфанта Марея де лас Мерседес от князя Ираклия Георгиевича Багратиона Мухранского рождаются двое детей, и сейчас их потомки живут в Испании. И последним, самым младшим ребенком у принца Фердинанда Марии, инфанта Испании и принца Бавары, была дочь инфанта Мария де ла Пилар, но она очень рано умерла, в 1918 году в возрасте 4 лет, в 6 лет от болезни. Значит, у принца Фердинанда Марии, это опять-таки же повторяю, это представитель самой младшей линии королевской фамилии баварских Виттельсбахов, которая происходит от принца Адалберта Баварского, младшего сына короля Людвига I. Итак, у Фердинанда Марии у него был брат, следующий по старшинству, принц Адалберт, названный так в честь своего деда. Он жил с 1886 по 1970 годы, и еще также сестра Марии де ль Пилар, принцесса Бавария, она жила с 1891 по 1987 год, очень интересная представительница баварской королевской фамилии, она, правда, никогда не была замужем, не оставила наследников, но, тем не менее, она известна тем, что была художницей, автором книги о короле Альфонси XIII, это был ее двоюродный брат, и также она была очень известна своей спортивной активностью, она была очень заядлой, именно любительницей поездок в горы, и в этом смысле все ей очень завидовали, насколько она сильна физически, и прожила большую жизнь, в 96 лет умерла, как я уже сказал, в 1987 году, а вот ее брат, как раз-таки принц Адалберт Баварский, скончавшийся в 1970 году, он был военным, изучал военную историю, закончил Мюнхенский университет, и жил в замке Хойншвангау. Хойншвангау, вот хочу обратить ваше внимание на то, что вот этот королевский замок Хойншвангау до сегодняшнего дня является частной собственностью бывшего королевского дома Баварии, и поэтому там жили очень многие представители королевской фамилии этой страны, и вот принц Адалберт, когда скончался, был похоронен в андексском, опять-таки же, аббатстве. Он в 1919 году женится на своей племяннице, графине Августе фон Зейфрид ауф Беттенхайм, она является дочерью кузины принца Адалберта, принцессы Елизаветы Баварской. Сама графиня Августа, она живет до 1978 года, и также была похоронена в андексском аббатстве после своей смерти рядом с могилой мужа. От этого брака у, значит, графини Августы от принца Адалберта Баварского родилось двое сыновей. Вот здесь важно сконцентрировать внимание на них и на их потомках, потому что они сегодня очень популярны и известны в Баварии и в Германии. В частности, значит, старшим сыном являлся принц Константин, а младшим принц Александр. Александр скончался в 2001 году и был похоронен в церкви святого Михаила в Мюнхене. У него сейчас здравствует дочь принцесса Изабель 1954 года, она замужем, ее дети также сейчас живут в Баварии. А вот принц Константин родился в 1920 году, скончался в 1969 году, и когда скончался, был также похоронен в андексском аббатстве. Но что примечательно, это член баварской прежней королевской фамилии, который стал заниматься очень активно политической деятельностью. Он был избран депутатом немецкого бундестага от партии ХАЭСЭС в 1965 году. Он представил один из округов Мюнхена, где он тогда жил. В 1942 по 1944 годы он изучал право во Фрайбургском университете. Далее он работал в суде в Карлсруе и также был журналистом с 1947 года в Süddeutsche Zeitung, а с 1963 года писал статьи для издания очень популярного светского бунт в Германии. Также он автор книг Папа и биографии Папы Пия XII, и также книги «Бессилы и славы». То есть вот человек, очень известный в Германии, принц Константин Баварский. Первым браком он был женат на принцессе Марии Адельхайт фон Гогенцоллерен Зигмаринген. Она происходит из католической фамилии, из католической линии династии Гогенцоллеренов. Она скончалась в 2006 году, и вот от брака с ней у принца Константина родилось двое детей. Старший сын принц Леопольд и младший принц Адалберт. Вот оба принца сейчас здравствуют, при этом оба очень популярны, при этом старший. Особенно популярен принц Леопольд Баварский. Он родился в 1943 году. Он известный автогонщик, и надо сказать, что он также является предпринимателем. У него есть свое предпринимательское дело, и он очень дружен со семьей королевской шведской. Вот нынешний король Швеции Карл XVI Густав, это один из ближайших родственников и друзей принца Леопольда Баварского, поэтому браки всех его детей не обходились без присутствия на них именно шведской королевской фамилии. Принц Леопольд Баварский с 1977 года женат на даме незнатного, правда, происхождения, но при этом его супруга, она получила статус принцессы. Если быть точнее, 3 марта 1999 года нынешний глава королевской фамилии Баварий, Франц, герцог баварский, он подтвердил, значит, если быть точнее, он подтвердил, подтвердил в королевском достоинстве всех потомков брака вот принца Леопольда Баварского, и также он подтвердил равность между Леопольдом и его супругой, то есть тем самым они беспрепятственно, его уже потомки, получают право носить эту титулатуру принца Баварии. И, значит, у принца Леопольда от его супруги, от брака с его супругой Урсулой, четверо детей. Также очень известный в светских кругах сегодняшний Баварий, Германия, предприниматель, принц Мануэль Баварский, 1972 года рождения. В 2005 году он женился на принцессе Анне фон Сайн-Витгенштайн-Берлебург. Она 1978 года рождения, родилась в Мюнхене, то есть они с детства знакомы. Она из тоже очень старой, такой правящей прежней династии в севере Германии. Среди ее ближайших родственников это и представители датского королевского дома. Она окончила факультет истории и политологии в Стэнфорде. Она политический журналист, обозреватель. В 2010 году она написала книгу, биографию тогдашнего министра обороны Германии Карла Теодора Фрайхера, то есть имперского барона Цу Гутенберга. Он также является родственником для нее и для ее супруга. И в 2014 году она написала еще одну книгу, а теперь еще больше книга о политике Вольфганге Босбахе, также немецком политике. То есть таким образом мы с вами видим, как представители прежнего королевского дома Баварии сегодня вовлечены в определенную и светскую, и политическую, и такую общественную повестку. И у принца Мануэля от брака с принцессой Анной, опять-таки же подчеркну, равнородный брак. Вот казалось бы, это не царствующая уже династия. Тем не менее, принц Мануэль, он женится на девушке из прежней тоже владетельной царствующей фамилии в Германии. У них четверо детей. Принц Леопольд, принц Габриэль, принц Йозеф и дочь принцессы Алва. То есть таким образом, вот эта младшая линия семьи Вительсбахов, королевская линия, она будет и продолжаться уже в 21 веке. У принца Леопольда, помимо принца Мануэля, еще следующие дети. Дочь принцессы Марии де ла Пилар. И также дочь принцессы Марии Филиппа, 1981 года рождения. В 2012 году она вышла замуж за крестьяна Александра Диинста. Он режиссер, 78 года рождения. У них трое сыновей. И на свадьбе Марии Филиппе также присутствовала вся королевская фамилия Швеции. И младший сам ребенок принца Леопольда Баварского, это принц Константин Евгений, 1986 года рождения. В 2018 году в Санкт-Мурите он женился на Денискае, урожденной турчанки. Вообще, обращаю ваше внимание на то, что в последние несколько лет достаточно несколько можно фиксировать браков между представителями царствующих прежде династии в Германии с вот именно девушками из турецких, из восточных семей. Вот это один из таких случаев. И это первый, надо сказать, подобный случай в истории Баварского королевского дома, когда бы принц этой династии женится на даме, имеющей мусульманское происхождение. Вот на этой свадьбе также присутствовала в полном составе королевская фамилия Швеции. У принца Леопольда Баварского также есть младший брат, о котором я уже сказал, принц Адалберт. У него двое детей, принцесса Бенедикта и принц Хубертус Баварский. Они также сегодня живут в Баварии. И сейчас мы с вами возвращаемся уже к фигуре Леопольда III. Вот мы сейчас с вами рассмотрели младшие линии династии баварских Виттельсбахов, а сейчас непосредственно возвращаемся уже к потомкам последнего короля Баварии, Людвига III, вот как сложилась их жизнь. Итак, у Людвига III, последнего баварского монарха, скончавшегося в изгнании, в Венгрии, в 1921 году, было достаточно большое количество детей. От его брака с грицогиней Марией Терезой Моденской. При этом старшим сыном был принц Руприхт, но нам будут важны здесь потомки только двух его сыновей. Прежде всего, это сына старшего Руприхта, последнего крон принца Баварии и другого сына, принца Франца Марии. Вот поэтому мы сейчас рассматриваем именно их. Итак, потомки принца Руприхта. Он жил с 1869 по 1955 годы. Он был похоронен после смерти в Теотиниен-Кирхе, в родовой усыпальнице баварских королей. При этом надо отметить, что сам принц Руприхт, он был очень популярным среди военных. Он сам прошел через много военных кампаний, и при этом он был замечательным военным историком. Он написал несколько книг именно по военной истории Германии. Но при этом это был тот человек, который очень уважаем среди Германии, среди интеллигенции германской. Был и в 30-е, и в 40-е годы, и тем более сегодня его авторитет очень высок. И, кстати говоря, есть книга его мемуаров, которая так и называется, «Крон принца Руприхт». Много есть книг, посвященных его жизни, поэтому, если вам интересно, вы владеете немецким языком, вы также можете это все прочитать и более лучше узнать. Значит, принц Руприхт, он был одним из немногих представителей прежде царствующих династии Германии, которые открыто заявили свой протест, когда к власти в тогда еще Баварии пришли национал-социалисты в самом начале 30-х годов. Вот знаменитый пивной пуч и так далее, приход к власти Гитлера, нацистов. Это было осуждено сразу «Крон принцем Руприхтом». И это, конечно, имело очень большие проблемы для него самого и для представителей его семьи. Вот сейчас будем разбираться, какие. Значит, «Крон принц Руприхт», он должен был, он оказался в ситуации, когда его фактически могли даже арестовать. Поэтому его семья уехала из Баварии. Он скрывался определенное время от гестапо в Италии. Тогда король Виктор Мануил III оказал ему поддержку, и поэтому «Крон принц» Баварии, он не был арестован. Но чтобы мы с вами понимали, отношения между ним и тогдашней нацистской властью в Германии вообще никакие, были самые, что ни на есть, напряженные. То есть, его в любой момент могли арестовать, он был противник тогда политического режима. В Германии, хотя обращаю ваше внимание на то, что очень многие другие представители прежде царствующих фамилий, они служили в СС и были членами НСДАП и так далее. Как скажем, Карл Альфред, бывший герцог Саксон Кобургоцкий, был вообще фактически министром здравоохранения Третьего Рейха. А вот как раз-таки Баварский королевский дом в этом смысле очень четкую позицию свою обозначил, против нацизма, это, конечно, до сегодняшнего дня очень помнят, очень уважают и очень ценят. И в этом еще раз и подтверждается этот характер дома Виттельсбахов. То есть, они очень любят свою землю, они очень любят свою Баварию, для них это их родина. Поэтому то, что угрожает ее суверенитету и прежде всего мирной, спокойной жизни ее граждан, для них является, вот, собственно, недопустимым. Поэтому вот такая реакция кронпринца Руприхта. Первым браком в 1900 году он женится на Марии Габриэлле. И вот она происходит из самой младшей линии династии Виттельсбахов, а именно этой самой герцогской линии. Я о ней отдельно расскажу, но чтобы мы с вами понимали и учитывали этот момент, он нам потом в дальнейшем очень понадобится. Мария Габриэлла, она представительница вот этой младшей самой линии дома Виттельсбаха в герцогской линии. И благодаря тому, что этот брак осуществляется, один из их прямых потомков он унаследует всю собственность именно младшей линии герцогов Баварии, которая пресечется в силу того, что не будет там прямых мужских потомков. Вот просто, чтобы мы это учитывали. Значит, принцесса Мария Габриэлла в 1912 году она скончалась, была похоронена в Таотиниен-Кирхе. Вторым браком Руприхт был женат с 1921 года на принцессе Антуанетте Люксембургской. Она была дочерью великого герцога Вильгельма IV и сестрой тогдашней великой герцогини Шарлотты Люксембургской. И вот от обоих браков достаточно большое будет количество детей. Но, чтобы мы понимали, вот эта позиция кронпринца Руприхта против, значит, нацизма, она привела к тому, что его вторую супругу, принцессу Антуанетту, арестовали вместе с детьми. И, кстати, будет арестован еще и его потомки, принца Руприхта, от первого брака. Они будут находиться в лагере Заксенхаузен, потом в Дахао. То есть, вот, чтобы мы также с вами этот момент имели в виду, если вы и потома королевской фамилии, то это не значит, что вы имеете какое-то особенное положение, если вы не, значит, включаетесь в поддержку того или нового политического курса в стране. Значит, вот, династия Виттельсбаков, она очень пострадала в годы национал-социализма. И представители прежнего царствующего дома, чтобы мы также с вами это имели в виду, они сидели в концентрационных лагерях и чудом вообще остались в живых. То есть, жена наследного принца Баварии, еще раз повторяю, то есть, де Юре, она была королевой Баварии. Вот, если бы не революционные события 1918 года, жена кронпринца Руприхта, она была бы королевой Баварии. Вот это самое несостоявшееся в силу исторических обстоятельств королева Баварии, она сидела в лагере Заксенхаузен и Дахау вместе со своими детьми. Значит, ее, да, и у Руприхта Баварского его, значит, самый старший ребенок, это принц Луид Польт, названный в честь так его деда, скончался в 1914 году от полиэмилита, это вот я сейчас говорю о сыновьях принца Руприхта от первого брака с грецогиней Баварской Марией Габриэлой. Дочь Ирменхаль также в 1903 году скончалась от дифтерии и остался только единственный сын от первого брака, это принц Адалберт, он жил с 1905 по 1996 годы, при этом, что очень важно, в 1923 году 9 марта принц Руприх, то есть последний кривом принц Баварии, он основывает фонд династии Виттельсбаков с целью, прежде всего, очень четко распределить вот ту собственность, которая принадлежит династии Виттельсбаков и ту собственность, которая принадлежит соответственно уже государству свободному Бавария, которая ранее находилась также в ведении дома Виттельсбаха, то есть вот, чтобы не было никаких обоюдных претензий, этот момент очень четко юридически оговаривался, и самая еще также главная цель, это не только сохранение вот этого историко-культурного наследия, семьи Виттельсбаха, их частной собственности, уже чтобы государство Бавария не претендовало на их частную именно собственность, но это еще также, почему было так важно, потому что королевская фамилия оказалась в сложной материальной ситуации, и нужно было понимать с точки зрения закона, а что дает мне это право значит использовать мои частные владения для уже получения выгоды, вот какие я свои частные владения могу использовать для того, чтобы они мне приносили доход, и чтобы государство Бавария мне не говорило, что вот вы отнимаете у нас, значит, у баварцев какую-то часть нашей, вот значит, общей, какой-то, значит, государственной собственности, поэтому для этих всех целей это было и предпринято в 1923 году, и, значит, получается так, что вот по этому решению замки, как раз-таки Нойш-Ванштайн, Линдерхоф и Харенхимзеи, они полностью переходили, еще раз, то есть их статус был подтвержден как именно государственной собственности, больше династии Виттельсбахов, она никаким образом не претендовала на эти замки, при этом был организован совет, совет директоров вот этого фонда Виттельсбахов, он состоит из восьми членов, которые избираются на пять лет, и также представители входят в этот фонд, представители Министерства науки и Министерства финансов уже Германии, это получается, они такую занимают наблюдательную в данном случае функцию, но опять-таки же вот представить все восемь членов этого совета директоров фонда Виттельсбахов, они назначаются непосредственно главой королевской фамилии этой страны, тоже очень такой важный аспект, и кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что это наверное очень редкий случай, редкий пример в истории прежних царствующих династий, когда вот эти взаимоотношения именно имущественные между государством уже именно республиканским и бывшим правящим монархическим домом очень четко были изначально урегулированы, поэтому до сегодняшнего дня, поэтому и представители королевской фамилии Виттельсбаков, они так и уважаемы в Баварии, конечно, это очень богатые, это очень состоятельные люди, которым принадлежит огромное количество частной собственности, порядка там 12 тысяч гектаров леса, которые дают очень большой доход, конечно, по части уже его использования и так далее, это и пивоварни, это различные иные производства, мануфактуры фарфоровые и так далее, но никаких претензий к ним, что они что-то отнимают не по праву у свободного государства Баварии, нет, потому что есть очень четкий закон, еще принятый, вот именно это, как это правильно сказать, даже не закон, а это договоренность, это договор, который был заключен в 1923 году, который очень четко определяет вот эти вот соответственно механизмы функционирования самого бывшего королевского дома со всем имуществом и уже баварского свободного государства, республиканского государства, чтобы ни у кого никаких претензий никому не возникало. Значит, принц Адалберт это глава королевской фамилии Баварии после смерти своего отца крон принца Руприхта с 1955 по 1996 годы, когда он скончался, он скончался в замке Берка, вот, кстати, обращаю ваше внимание, что вот это частная собственность семьи Виттельсбаков до сегодняшнего дня королевский замок Берг, и поэтому принц Адалберт там жил, он был похоронен после смерти в Андехтском аббатстве, причем надо сказать, что он очень многое сделал для того, чтобы его также реставрировать. Он очень активно занимался реставрацией Андехтского аббатства еще с 1977 года. При этом сам он, как я уже сказал, вот в силу позиции против национал-социализма его отца пострадал и был вынужден на, у него даже был запрет на получение высшего образования в Германии из-за того, что он сын человека, который вот, в общем-то, выступил против нацизма, и поэтому нацисты не разрешили ему закончить в Германии университет. Далее он был изгнан, жил в Хорватии, жил в Венгрии, причем в Венгрии он жил в 1940 году в замке Надожди, это один из аристократических замков венгерских, и был арестован в 1944 году, то есть, вот представьте, сын последнего кронпринца Баварии, он был арестован национал-социалистами, он находился в лагере затем Заксенхаузен, Фюрстенбюрг и Дахау, и только в 1945 году он был освобожден уже союзническими войсками. Он известен тем, что был заядлым охотником, и также историком охоты им были написаны несколько книг по, значит, в частности, одна из книг об оленях в горной местности Штирии. Это была его такая работа, посвященная именно, значит, работа, посвященная истории охоты, и также он очень увлекался изучением растений, животных, им также были написаны заметки по части уже этого вопроса. Первым браком в 1930 году он женился на даме, имеющей хорватское аристократическое происхождение, потому что он сам находился в изгнании на тот момент, он не был в Баварии, в Германии, он находился в изгнании в Хорватии, и вот там он познакомился в 1920-х годах с представительницей старой графской фамилии Дражкович, и этой семье принадлежал старинный замок Дражкович в Хорватии, вот сейчас он до сегодняшнего дня сохранился, и им владеют потомки этой семьи, графиня Мария Францишко Дражкович де Тракустан жила с 1904-го по 1969-е годы, она после своей смерти будет похоронена в Андехтском аббатстве также, и вот от этого брака глава королевской фамилии Адальберт, он имел четверых сыновей, четверых детей, двоих дочерей и двоих сыновей, старшая дочь принцессы Марии Габриэлла, ныне здравствующая, 1931-го года рождения, она замужем за потомком старой аристократической фамилии, за князем Георгом фон Вальбургом Траухбургом, их многочисленное потомство сейчас также живет в Баварии и в Германии, следующий был ребенок, это дочь принцессы Мария Шарлотта, она жила с 1931-го по 2018-е годы, была замужем за князем Паулем фон Квандунт Цу Викрант и Изнии, это тоже очень старая владительная имперская семья Священной Римской империи, и вот надо сказать, что буквально недавно состоялся брак между внуком принцессы Марии Шарлотты, а именно Альбрехтом, который носит титул графа фон Унцу Эльц, генант Фауст фон Штрендерг, то есть Штромберг, то есть вот такая старая тоже аристократическая фамилия, которая принадлежит очень знаменитый замок, замок Эльц в земле федеральной Рейнхальдфальц, причем этот замок, он даже какое-то время был на купюре в, если не ошибаюсь, 50 марок в Германии, то есть вот такая историческая достопримечательность, при этом, что интересно, это то, что у вот внука принцессы Марии Шарлотты, вот этого самого Альбрехта, графа фон Унцу Эльц, его избранница, происходит из семьи имперских князей фон Лобковиц, это князья имперские священно-римской империи. Анна, принцесса фон Лобковиц, родилась в 1987 году, то есть чтобы мы с вами опять-таки же этот момент учитывали, уже не правящая история, уже династия не находится у власти, это потомки по женской линии бывшего Баварского Королевского Дома. Тем не менее, до сегодняшнего дня они сохраняют это правило заключать контакты брачные, именно династические, династические союзы, когда вот эти старые семьи, бывшие священной Римской империи, Баварского Королевства, они до сегодняшнего дня, вот собственно говоря, в династическом отношении связаны друг с другом. И причем, что также интересно, из семьи фон Эльц по линии матери происходит вот тот самый министр обороны бывшей Германии, барон Сугутенберг, о котором я также сказал. То есть, вот вся эта элита, эта родовая знать Германии, она до сегодняшнего дня находится в достаточно тесных, ровно-родственных связях, и на династическом уровне эти связи поддерживаются, и им уделяется очень большое внимание. Этим очень отличается Германия от очень многих других стран Европы, которые, с одной стороны, может быть, даже и тех, которые и являются монархиями, но вот эти правила заключения равнородных браков, они до сегодняшнего дня уже фактически не сохранены и нивелированы. Третьим ребенком принца Адалберта является сын принц Франц. Вот мы сейчас должны с вами особенно уделить внимание этому человеку, потому что Франц Бонавентура сейчас носит титул герцога Баварии, Франконии, Швабии и Палатина Прирейнского. Это глава королевской фамилии Баварии на сегодняшний день. Он родился 14 июля 1933 года в замке Нимфенбург, причем, что интересно, до сегодняшнего дня этот дворец Нимфенбург, хотя является музеем, в одном из крыльев этого дворца есть личные апартаменты нынешнего главы королевской фамилии Баварии, где он также может жить и находиться, хотя сегодня местом его резиденции является старинный фамильный замок Берг на Штаренбургском озере, вот именно там, где в свое время погиб король Людвиг Второй. Баварский Франц Бонавентура Адалберт Мария Таково его полное имя Он значит изначально поскольку он рос в Мюнхене но его дед принц Руприхт он выступил против национал-социалистов семья была вынуждена уехать в эмиграцию и поэтому принц жил в Хорватии в Венгрии он находился также в заключении в лагере Дахау и в Флоссенбурге и в Заксенхаузене то есть вот этот маленький принц нынешний глава уже королевской фамилии Бавария ему сейчас 88 лет он прошел через вот эти вот все тернии судьбы через испытания очень непростые в годы Второй мировой войны после уже войны он учился в Бенедиктинском монастыре изначально там в школе потом в Эте в небольшом таком местечке немецком Эталь в 1952 году изучал деловое администрирование в Мюнхене уже после окончания войны учился коммерческому делу в Сюрихе и в Гамбурге и что важно он является до сегодняшнего дня хозяином вот этого самого фиделькомнис то есть фиделькомнис это это то что означает полное собрание всей той частной собственности которая принадлежит тому или иному владетельному роду и в этот фиделькомнис и причем она неотчуждаема то есть вы как глава семьи не имеете права продавать что-либо из этой собственности семейной и вот в частности ему принадлежит художественная коллекция короля Людвига Первого сейчас она представлена в новой пинокотеке и в глиптотеке этим музеем которые были Людвигом Первым основаны также ему принадлежит тайный архив дома Виттельсбахов который сейчас находится в государственном архиве Мюнхена также замок Бергхойншвангау замок Бергтесгартен Грюнау и вот недавно в 2022 году он продал замок Зиндерсдорф который также ему принадлежал также он назначает одного из членов правления фонда искусств и науки дома Виттельсбахов который также с 1923 года в ведение которого входят художественные ценности семьи Виттельсбахов которые ей принадлежали до 1800 года то есть вот мы сейчас можем с вами просто чисто теоретически представить себе каким огромным вот этим историко-художественным наследием распоряжается нынешняя глава королевской фамилии Баварии это человек в руках которого сконцентрировано колоссальное бесценное абсолютно историко-художественное наследие которое сегодня находится в общем пользовании это не то что находится в его частных резиденциях и так далее это все публично выставлено в музеях в архивах в не знаю любой человек может значит все это увидеть но тем не менее это принадлежит именно представителю бывшей королевской династии также он является специалистом по искусству он собрал работы Йозефа Бойса Базлица Палермо то есть это известные художники современного именно искусства также Франц герцог Бавария он является президентом ассоциации по популяризации старой пинакотеки а в 2009 году он передал свою библиотеку по 20 и 21 векам Центральному институту истории искусства в Мюнхене также он является лауреатом престижной премии Дункана Филиппа по искусству эта премия американская также он является великим магистром ордена святого Георгия и также по праву статуса главы королевской фамилии Баварии у него есть право награждать династическими орденами этой семьи то есть орденом святого Хубертуса и орденом святой Терезии этот орден был основан женой короля Людвига I Терезию рожденной принцессой фон Заксон Хильбургхаузен и также он имеет на сегодняшний день суммарный доход от владений вот своих по этому закону по этому документу 1923 года он может использовать те земли те леса которые ему принадлежат в 14 миллионов евро у него доход ежегодный который идет прежде всего на поддержание той историко-культурной коллекции которая ему принадлежит на поддержание тех документов в достойном состоянии которые сегодня также находятся часть которые сегодня принадлежат семье Биттельсбахов и также он ко всему прочему является тем человеком который уделяет очень большое внимание работе фонда это ассоциация помощи Нимфенбурга которая была основана в 1964 году второй супругой кронпринца Руприхта Баварского Антуанеттей значит эта ассоциация она занимается помощью детям из Восточной Европы то есть принц то есть нынешняя глава королевской фамилии Франц герцог Баварии он колоссально большие средства тратит именно на дела благотворительности и также еще что интересный момент он является многими значит монархистами якобитами воспринимается как даже наследник английского королевского престола поскольку есть такая проблема династия стюартов находящаяся у власти до конца 17 века она была свергнута и вот прямые потомки католической линии как раз таки стюартов не сохранились по мужской линии но сохранились по женской линии и многие монархисты считают Франца герцога Баварского даже наследником этой соответственно линии вот именно уже как во главе находя как якобитов получается у Франца герцога Баварского у него есть младший брат Макс Эммануэль он 1937 года рождения он родился в Мюнхене и он также учился в изгнании в начале но потом вернулся в Германии уже учился он женат в 1967 году женился на графине Элизабете Кристине Дуглас при этом она происходит из очень древней династии шведских графов и что интересно по линии своей матери она является правнучкой для Филиппа князя Цуойленбурга очень видного дипломата и приближенного к кайзеру последнему германскому Вильгельму второму и также ее родная сестра Розита она была замужем за 11 герцога Мальборо происходящим из вот этой династии Черчилля и собственно еще что важно что среди ее ближайших родственников есть и также те кто заключили брак с представителями семейства анасисов и так далее то есть вот я это к тому чтобы мы с вами осознавали вот этот высочайший статус который имеет до сегодняшнего дня королевский дом Баварии и у Макса Эммануэля несмотря на то что значит у него брак не с принцессой из какой-то царствующей династии тем не менее его отец глава королевской фамилии он разрешил этот брак следовательно все дети родившиеся от этого брака они получили титул принцесс Бавария это пятеро дочерей при этом что важно вот я сказал уже о том что его бабка получается первая жена кронпринца Руприхта Баварского Мария Габриэлла она происходила из вот этой герцогской фамилии Баварских и Баварских Витальсбахов и как раз таки поскольку в 60-х годах получилось так что эта линия могла быть она пресекалась то соответственно вот последним ему последним русской представителем этой фамилии герцог Баварский Людвиг Вильгельм он являлся дядем для принца Макса Эммануэля и 18 марта 1965 года он принимает решение усыновить Макса Эммануэля и таким образом он становится помимо носителя титула принц фон Байерн то есть потома королевской именно фамилии Баварии он также является носителем титула Херцог Ин Байерн то есть он является наследником вот этой младшей уже не королевской а герцогской линии Витальсбахов это все было конечно сделано для того чтобы собственность этой фамилии она была по-прежнему сконцентрирована в руках только лишь вот семьи Витальсбахов и поэтому Макс Эммануэль получил в наследие ту частную собственность которая принадлежала именно уже герцогской линии баварских Витальсбахов у них значит у Макса Эммануэля и его супруги Элизабеты пятеро дочерей при этом все очень достойные очень известные в светском особенной мире Баварии и Германии и даже всей Европы в частности старшая дочь принцесса Софи 1967 года рождения она росла в имении которое досталось ее отцу от вот как раз таки герцогской линии Витальсбахов в Вильбанди Кройте и она вначале училась в школе для девочек в таком домашнем формате потом закончила гимназию Адольфа Вебера в Мюнхене и затем изучала дизайнерское искусство в Лондоне и закончила университет Вальштеттене изучала английский язык и историю но что примечательно в 1993 году 3 июля принцесса Софи Элизабет фон Байерн выходит замуж за наследного принца княжества Лихтенштейн и таким образом нынешний князь значит Лихтенштейна Ханс Адам II он является отцом для Алоизы Филиппа для мужа принцессы Софии Баварской и от этого брака у них родилось четверо детей и в частности старший сын принц Йозеф Венцель он будущий князь Лихтенштейна и он также вот по женской линии потомок баварских Вительсбахов то есть чтоб мы с вами опять-таки же понимали уже не царствующий дом Баварии но каковы сильны эти традиции династических равнородных союзов что представительница Баварской бывшей королевской династии заключает брак с наследным принцем современным уже царствующего княжества Лихтенштейн следующий по старшинству ребенок принца Макса Эммануэля это дочь принцессы Марии Каролина 1969 года рождения и она в 1999 году выходит замуж за Филиппа герцога Вертемберского он представитель бывшего Вертемберского королевского дома то есть таким образом уже второй брак заключается между представителем бывшей династии царствующей в Баварии с тоже владетельной царствующей династии германской вот в частности с Вертемберским королевским домом потому что отец Филиппа герцога Вертемберского Карл он был главой королевской фамилии Вертемберга при этом он был женат на Диане принцессе французской которая в свою очередь была дочерью генриха графа парижского главы королевской фамилии Франции то есть представьте себе не царствующие династии а как тесно они друг с другом все связаны и также следующие дети принца Макса Эммануэля это принцесса Хелена принцесса Элизабета и принцесса Мария Анна все они очень известны популярны в Баварии очень узнаваемы и уважаемы и также сейчас мы с вами уже переходим к изучению потомков от того самого принца Франца Марии то есть получается у принца регента Луитпольда старший сын это Руприхт последний крон принц Баварии и вот его следующий по старшинству брат это принц Франц Мария он жил до 1957 года был похоронен в церкви святого Михаэля в Баварии он был женат с 1912 года на принцессе Изабелле де Кроа и от этого брака у него родилось несколько детей в частности это старший сын Людвиг он родился в 1913 году а скончался в 2008 году он учился в Венгрии потому что также семья находилась в эмиграции он был значит он жил в Венгрии там он занимался коневодством и при этом надо сказать что он впоследствии в своей жизни занимался вот именно коневодством жил в Штарнберге был кавалером ордена Золотого Руна а когда скончался в 2008 году был похоронен в Андерцком аббатстве в 1950 году он женился на своей двоюродной сестре принцессе Ирменхальт Баварской она была дочерью как раз таки последнего крон принца Руприхта от его второго брака с принцессой Антуанеттой Люксембургской при этом принцесса Ирменхальт она очень пострадала потому что она также прошла через концентрационный лагерь будучи дочерью наследного принца Руприхта и это сказалось на ее здоровье она родила двоих дочерей которые как только рождались так сразу и умирали в 1955 году она приобрела пивоварню и занималась вот именно такой предпринимательской пивоварской уже деятельностью при этом остался единственный ребенок от этого брака он сейчас здравствует принц Луитпольт Баварский он родился в 1951 году он изучал право в Мюнхенском университете и занимается пивоварением до сегодняшнего дня значит он сегодня является третьим мужчиной по старшинству в семье Виттельсбахов и так есть Франц герцог-баварский это глава королевской фамилии есть его брат Макс Эммануэль дело все в том что Франц герцог-баварский он не женат он не имеет потомства хотя надо отметить что в 2021 году он представил человека который на протяжении уже более чем 40 лет оказывается является спутником его жизни это очень уважаемый человек это доктор Томас Грайнвальд была опубликована фотосессия герцога Франца Баварского фотографа Эрвина Олафа голландского вот он сделал эту фотосессию то есть собственно впервые в истории Баварского Королевского дома было понятно что глава этой фамилии он имеет такой определенный интерес именно к аналогичному себе полу но он тщательно очень считал всегда что его жизнь личная это его личное дело поэтому он никогда не говорил относительно своей частной жизни но вот уже под конец как говорится жизни он решил раскрыть карты и сказать что действительно кто был для него на протяжении всей жизни очень дорог значит у Франца Баварского у него нету детей нету прямых потомков у его следующего брата по старшинству Макса Эммануэля только пятеро дочерей которые не могут наследовать главенство в доме Виттельсбахов и следовательно следующим по старшинству является их двоюродный брат вот этот самый принц Луитпольд а у принца Луитпольда от брака с Беатрис Вигард пятеро детей и вот здесь очень важный момент 3 марта 1999 года решением герцога Франца Баварского были легализованы браки не значит равнородные и вот принц Луитпольд и принц его один из кузенов принц Леопольд Баварский о котором я уже сказал вот собственно и они в своем браке были признаны значит их браки были признаны как значит позволяющими их потомкам претендовать на титул принца в Баварии и поэтому у принца Луитпольда Баварского пятеро детей и вот старшим сыном является принц Людвиг Хайнрий и вот именно он как раз таки и является следующим главой королевской фамилии Баварии по уже естественной такой династической линии после Франца после Макса Эммануэля после Луитпольда он уже представитель нового поколения и вот именно он принц Людвиг Хайнрий он будет в 21 веке главой этой королевской бывшей династии он родился 14 июня 1982 года в Ландеберге Амлехи в Баварии вырос в замке Кальтенберг он учился в школе при Бенедикстинском монастыре в Лондоне в 16 лет он основал компанию по разработке компоньютерного обеспечения и даже некоторое время работал барменом и с недавнего времени он живет и работает в Африке там он также занимается значит помощью детям это благотворительная ассоциация которую он возглавляет причем он сам лично преподает детям и английский язык и многие другие науки немецкий язык вообще надо сказать что принц Людвиг Хайнрих фон Байерн он является настоящим образцом принца вот того принца о котором наверное в большей степени мы могли бы читать из книг и так далее вот не те даже принцы которые сегодня принадлежат к царствующим династиям многих европейских стран а вот тут не царствующая династия баварских Виттексбаков и есть принц Людвиг Хайнрих вот он абсолютный образец настоящего такого вот достойного исполнения всех династических обязанностей абсолютно не связан ни с какими скандалами человек высочайшей культуры интеллигентный образованный воспитанный с безупречной абсолютно репутацией занимающийся тем чем на самом деле должен заниматься настоящий принц помощью помощью тем кто нуждается в этой самой помощи и не случайно он обратился к Кении дело все в том что там на протяжении долгого времени в качестве миссионера священника служил его двоюродный дядя принц Франц Йозеф под именем уже отца Флориана он монах бенедиктинец при этом надо отметить что принц Людвиг Хайнрих он также работает в ассоциации помощи Нимфенбурга то есть вот той самой ассоциации вместе со своим дядей герцогом баварским францем нынешним главой королевской фамилии которая помогает детям из восточной Европы у принца Людвига Хайнриха есть два брата принц Карл Руприхт 1987 года рождения и принц Хайнрих Рудольф 1986 года рождения и Хайнрих Рудольф в 2017 году в андерцком причем аббатстве тоже важный момент это семейное аббатство Виттельсбахов он женился на Ханне Хенриэти Грузии 1982 года рождения при этом у принца Людвига Хайнриха у него две сестры вот тут обращаю ваше внимание на них значит его старшая сестра принцесса Аугустая Мария принцессин фон Байерн 1979 года рождения она живет в замке Лайштеттен у Штарнбернского озера это тоже одна из резиденций семьи Виттельсбахов она орнитолог она закончила биологический факультет университета Людвига Максимилиана в Мюнхене она имеет докторскую степень по орнитологии ее работа докторская это социальный интеллект социокогнитивная социокогнитивных способностей галок она защитила эту докторскую свою работу в Кембридже дальше она училась в Оксфорде также она известна как зоолог исследует врановых и руководит научной группой в институте орнитологии Макса Планка вообще это один из самых авторитетных научных институтов в мире на сегодняшний день институт Макса Планка в 2015 году она получила медаль Баварии за заслуги перед окружающей средой то есть вот чтоб мы с вами понимали после вот этой принцессы Софии Баварской которая после принцессы Терезии Баварской которая жила в 19 веке род Виттельсбахов уже в веке 21 получил еще одну принцессу которая занимается исследованием именно науки которая научная дама очень уважаемая авторитетная имеющая докторскую степень это редчайший случай среди представителей королевских фамилий Европы и так принцесса Аугуста Мария она в 2009 году вышла замуж вот за кого интересно за Фердинанда принца Сулипе Вайсенфельда адвоката 1976 года рождения у них двое детей то есть опять-таки жене царствующая династия но до сегодняшнего дня поддерживающая эти правила династических альянсов у принцессы Аугуст и Марии еще есть сестра принцесса Алиса Изабелла 1981 года рождения она вышла замуж за Лукаса принца фон Ауэрсперга это потомок одной из княжеских фамилий бывшей Священной Римской империи опять-таки же обращаю ваше внимание на это уже не царствующая династия вы можете выходить замуж жениться на ком заблагорассудиться но тем не менее потомки дома Виттельсбахов до сегодняшнего дня очень четко сохраняют вот эти династические традиции и правила заключения равнородных браков очень с большим пиететом относятся к этому вопросу и как раз таки в большей степени соответствуют этому образцу быть принцами и принцессами вот каковы они эти высочайшие критерии именно определяющие этот статус вот они эти критерии ими как раз таки абсолютно и осуществляются значит это мы рассмотрели с вами линию потомков принца Людвига сына принца Франца Марии одного из сыновей крон принца Лоид Польда Баварского но помимо значит принца Людвига это получается вот дед для нынешних всех вот героев выше обозначенных мною есть еще некие члены семьи Виттельсбахов на которые я хотел бы обратить ваше внимание у принца Людвига Баварского скончавшуюся в 2008 году была сестра принцесса Мария Изабелла скончавшаяся в 2011 году в 1937 году во дворце Нимфенбург в Баварии она выходит замуж за дона Педро Орлеанского и Браганского который был главой императорской фамилии Бразилии Бразилия перестала быть монархией в 1889 году но последний император этой страны Педро II имел своих наследников и вот его наследником был его правнук это Педро принц Орлеанский Браганский и вот от этого брака Мария Изабелла Виттельсбахская принцесса принцесса Баварии родила 12 детей и вот буквально несколько недель тому назад скончался глава императорской фамилии Бразилии Дон Луиш Орлеанский Браганский это как раз таки сын принцессы Марии Изабеллы Баварской его получается брат принц Бельдран он сегодня является главой императорской фамилии Бразилии и соответственно следующий по старшинству его уже наследник он также вот они все являются потомками баварской принцессы Марии Изабеллы также у Людвига принца Баварии принцессы Марии Изабеллы был еще один брат принц Рассо Баварский он скончался в 2011 году и он был похоронен на вандерском аббатстве вот в этом семейном склепе семьи Вительсбахов в 1955 году он женился на эрцгерцогине австрийской и тосканской Торезии в силу вот этих династических правил и у них родилось семеро детей и вот сама его вдова еще здравствует ей 91 год и чтоб мы с вами понимали вот эти семеро детей сегодня составляют также очень большое количество этих представителей нынешних семьи Вительсбахов бывшей королевской семьи Баварии среди них это принцесса Мария Торезия 1956 года рождения старший сын принц Франс Йозеф о котором я уже сказал он был монахом в Кении монахом бенедиктинцем по имени уже монашеском в монашестве отец Флориан он скончался 26 июня 2022 года помимо него еще дочери принцессы Елизавета принцессы Бенедикта и принцесса Гизела все они заключили браки с представителями старой аристократической знати уже Священной Римской Империи и также два сына принц Вольфганг 1960 года рождения и принц Кристоф принц Вольфганг Баварский 60 года рождения он учился вначале на экономиста а затем потом уже прошел курс военного и сейчас он офицер вооруженных сил Федеративной Республики Германия в статусе подполковника но вот так же он еще сейчас работает в банке Германии первым браком был женат на графине Беатриси Цу Лодрон Латерано и Кастельморано это тоже такой древний очень род итальянского происхождения и от этого брака имеет троих сыновей принцев Тассилло Рихарда и Филиппа то есть вот эта преемственность в бывшей королевской фамилии продолжение в 21 веке этой династии обеспечено а брат принца Вольфганга принц Крестов 62 года рождения от брака с графиней Гудилой фон Плетенберг Цу Ленхаузен имея четверых детей и так же из них три сына принцы Карбиниан принц Танислас и принц Марселло Мария Баварский и так же в 21 веке продолжают династию Виттельсбахов и что интересно это несколько слов о младшей линии династии Виттельсбахов это не королевская линия это именно линия герцогов Баварии о которых я уже сказал и причем здесь несколько примечательных представителей этой династии этой линии рода Виттельсбахов вот в частности Макс герцог Баварский живший с 1808 по 1888 годы он является отцом императрицы Елизаветы Австрийской которая была замужем за Францем Йозефом Первым и вот именно императором Австро-Венгрии и вот именно их потомки они так же тесным образом самым будут заключать династические драки с представителями династии Виттельсбаха вплоть чуть ли не до сегодняшнего дня как мы уже с вами в этом убедились причем что тут важно отметить что у герцога Макса Баварского его основные потомки по мужской линии уже пошли от двух его сыновей принца Карла Теодора и Макса Эммануэля герцогов Баварских у Карла Теодора его старший именно сын Людвиг Вильгельм герцог Баварский жил с 1884 по 1968 годы и вот именно он как раз таки этот Людвиг Вильгельм Баварский не имея своих детей он усыновляет принца Макса Эммануэля Баварского одного из внуков последнего кронпринца Баварии Руприхта с тем чтобы передать вот это все имущество младшей линии герцогов Баварских соответственно уже в единый дом Виттельсбахов сам Людвиг Вильгельм скончавшийся в 1968 году был похоронен на Фтегернзее где он и жил это кстати то место где также жили представители рода Виттельсбахов достаточно долгое время вот именно происходящее из линии герцогов именно Баварских у Людвига Вильгельма была сестра Елизавета 1876 стоит 1965 годы жизни она вышла замуж в 1900 году за будущего короля Бельгии Альберта I и следовательно потомки все бельгийские монархи до сегодняшнего дня это потомки Елизаветы герцогини Баварской ее младшей сестрой была герцогиня Мария Габриэла Баварская которая вышла замуж за принца Руприхта Баварского вот того самого кроун принца Баварии последнего о котором я также рассказывал при этом у Карла Теодора также была дочь принцесс Амалия герцогиня Баварская она жила с 1865 по 1912 годы она была замужем за Вильгельмом вторым герцогом фон Урах он происходил из вертембергской марганатической линии герцогов Вертемберга и он носил титул очень недолгое с августа по ноябрь 1918 года короля Миндаугаса второго литовского вот тоже такой очень интересный прецедент то есть если бы в Литве была бы восстановлена монархия и там были бы соответственно правящие лица то вот собственно Баварская герцогиня Амалия вернее ее потомки потому что она умерла в 12 году ее потомки могли бы вот собственно быть уже титулярными не только титулярными но и уже фактическими литовскими правителями вот такой тоже интересный прецедент мог бы быть в истории но этого не случилось и у Макса герцога Баварского самым младшим ребенком был сын принц Макс Эммануэль носящий титул герцога Баварского он скончался в 1893 году и вот собственно от него уже мы имеем три мужских представителя вот этой самой младшей линии Виттельсбахов герцогов баварских это принц Зиктрид герцог Баварии он скончался в 1952 году он был правда человеком страдающим душевной болезнью это случилось после того как он упал и ударился головой с лошади это вот такая была у него большая проблема значит следующим был сын принц Кристоф Кристиан герцог Баварии скончавшийся в 1963 году он был женат на Анне Зибе к обычной женщине женщиной обычного совершенно происхождения он жил очень уединенно в Мюнхене скончался в 1963 году не оставив потомство и кстати был похоронен на одном из простых кладбищ в значит в Мюнхене самым младшим ребенком принца Макса Эммануэля был Луитпольд Эммануэль он жил с 1890 по 1973 годы то есть это самый последний из представителей вот этой младшей герцогской линии баварских Вительсбахов со смертью которого она и пресеклась но вообще Луитпольд Эммануэль он конечно человек весьма неординарный потому что казалось бы он был хозяином семейного дворца по Сенхофен где провела детство императрица Елизавета Австрийская где провели многое многие другие представители рода Вительсбахов но тем не менее вот у него была такая идея которая видимо ему в каком-то смысле по наследству досталась от его родственника короля Людвига Второго он хотел построить свой собственный замок и вот он на протяжении всей своей жизни строил замок Рингберг в Мюнхене и для того чтобы строить этот замок а он его строил фактически более 30 лет он израсходовал все свои частные деньги и для того чтобы завершить значит свое это все строительство он был вынужден продать вот этот родовой дворец Поссенхофен и собственно в Комунии Кроид в Баварии он выстроил таки этот Рингберг свой замок рядом с которым и был похоронен когда скончался в 1973 году и вот на нем и завершилась эта история уже линии баварских герцогов именно Вительсбахов а замок Рингберг он перешел уже в собственность уже королевской линии семьи Вительсбахов и вот мы тем самым и завершаем на этом это изучение генеалогии королевской фамилии Вительсбахов фамилии герцогов Баварии также я надеюсь что вам было интересно все это проследить изучить понять прочувствовать и разумеется что вот эти четыре выпуска посвященные королевской фамилии Вительсбахов они во многом я надеюсь открыли вам те стороны Баварии о которых может быть вам не совсем было известно это действительно та династия чьи представители вошли в историю не только Баварии но и всей Европы они правили и не только в Баварии но и в различных иных германских государствах в том числе и не только германских они были королями и в Дании и в Швеции они правили в Баварии на протяжении как я уже вам рассказывал тысячелетия целые и вот именно с Вительсбахами происходил этот исторический процесс построения современного свободного государства Баварии именно так Бавария сегодня именно свой статус и закрепляет как фрайштадт то есть свободное государство в рамках единой федеративной Германии с Вительсбахами Бавария оформилась в герцогство с Вительсбахами она стала курфюршеством с Вительсбахами в 1806 году Бавария превратилась в королевство и стала иметь высочайший уже статус в рамках других европейских монархий и поэтому род Вительсбахов конечно имеет колоссально большое историко-культурное наследие политическое наследие и не случайно что вот эти имена которые мы с вами рассматривали а именно королей Людвига Первого и Людвига Второго имеют такое колоссальное значение для истории Баварии потому что они фактически создали это лицо Баварии создали эту архитектурную картинку современной Баварии и конечно же то наследие которое было накоплено на протяжении стольких поколений создано представителями рода Вительсбахов уже в веке 20-м и в 21-м их потомками до сегодняшнего дня сохраняется и очень бережно и как исследователь королевских фамилий могу вам сказать что это один из немногих действительно самых достойных королевских родов и династий до сегодняшнего дня столь трепетно сохраняющих вот именно все те династические традиции которые по определению должны быть свойственны именно королевской фамилии если вы хотите увидеть настоящих образцовых принцев и принцесс то вы их можете увидеть в Баварии спасибо вам за внимание до hasn't до